Институт ведет свою историю с 1953 года как Обнинское вечернее отделение Московского механического института, впоследствии МИФИ. В 1962 году на его базе был образован Обнинский филиал МИФИ. В настоящее время Институт атомной энергетики можно по праву назвать Центром подготовки кадров для гражданского атомного направления и для новых бизнесов Государственной корпорации «Росатом», а также высококвалифицированных кадров для системы здравоохранения предприятий Калужского фармацевтического кластера, IT-кластера и кластера композитных материалов региона. Через все эти годы Институт пронес самое главное – преданность идеалам настоящей науки, настоящего бескомпромиссного образования, когда ни сам преподаватель, ни тот студент, с которым он общается, а этот акт общения есть самое главное в любом университете, не дают себе право расслабиться и право отнестись к этому как к чему-то необязательному, к чему-то формальному. В Обнинском высшем учебном заведении действует система многоуровневой подготовки. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата специалитета и магистратуры, составляет около 2500 человек. Кроме того, Институт атомной энергетики славится и тем, что сюда приезжают получать высшее образование и молодёжь из других стран мира. В этом году здесь обучаются 511 иностранных студентов из 69 стран. С приветственным словом к собравшимся в этот вечер обратился выпускник Обнинского института атомной энергетики, губернатор Калужского региона Владислав Шапша. Ну что такое сегодня Обнинск без ИАТ? ИАТ даже не часть Обнинска. Обнинск и ИАТ это одно целое. Столько специалистов, подготовленных в стенах прекрасного института, осталось работать в Обнинске и в Калужской области. Но коллектив… Что такое институт? Институт – это, прежде всего, конечно, коллектив. Блестящий коллектив талантливых людей, преподавателей, которые всю жизнь посвятили профессии своим студентам. Первому ректору ИАТ Юрию Казанскому, который в этом году отметит 93-летие, зал рукоплескал стоя. В этот вечер Юрий Алексеевич был награжден орденом за заслуги перед МИФИ. То, что я задержался на этой планете, это ваша вина, ваша любовь, ваша работа. Но за это надо платить. Вот я и плачу. Кроме того, Обнинский вуз сегодня в центре внимания, ведь именно на базе ИАТ создается Международный научно-образовательный центр атомных и смежных технологий, который станет всемирно признанным центром ядерного и смежного образования на базе российских атомных технологий. Странно было бы, если бы не было принято решение 70 лет назад в городе Мирного Атома, чтобы не был создан такой институт атомной энергетики. А где же тогда можно было еще готовить, на какой площадке таких высококлассных специалистов? Специалистов, которые сегодня работают не только в ядерной энергетике, в науке, во всех отраслях народного хозяйства нашей страны, но и во многих-многих других странах. Институт атомной энергетики стал важным аргументом в обсуждении еще одной большой идеи для города. Она звучит «Город-университет». Я думаю, что многие в городе еще и не понимают до конца, что мы хотим сделать. Мы тоже это сделаем. Поэтому ветер добрых перемен в наши паруса дует как следует вперед. Теплые слова в адрес выпускников и преподавателей сказала глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. Напомним, что Татьяна Николаевна возглавляла Институт Наукограда с 2016 по 2019 годы. Я хочу сказать, что 70 лет было непросто. Были непростые времена, непростые дни. Не всегда было так радостно и так надежно. Я очень благодарна всем тем, кто со мной прожил три счастливых года в АТ. Это были удивительные, удивительные годы. Я очень благодарна, Юрий Алексеевич, вам, потому что, когда вы сначала у меня присмотрелись, какое-то время бы сказал, «Ну что, я тебе поверил. Давай». Институт наш создавался в Обнинске. Он, конечно, и разрывно связан с ним. Здесь особую роль сыграли ученые физико-энергетического института. И они, конечно, знали уже тогда, в 50-е годы, 20-го века, что атомная энергетика будет развиваться, и кадры будут нужны и атомной отрасли, и другим отраслям. За эти годы уже говорили, что мы подготовили тысячи специалистов, но сейчас ведь это не только инженерные кадры для атомной энергетики, для госкорпорации «Росатом». Мы готовим широкий спектр специалистов. Коллективу и ветеранам вуза были вручены почетные награды и медали. Завершающим аккордом мероприятия стал праздничный концерт с участием творческих коллективов города. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.